Донецк и Луганск Добрый вечер. Мы благодарим вас, что вы нашли время и приехали к нам сегодня. Вот скажите, на ваш взгляд, всех сейчас волнует та ситуация, которая происходит сейчас в Донбассе, в Донецке, Луганске. Говорят об антитеррористической операции. Вот какой, на ваш взгляд, может быть выход из сложившейся ситуации мирный? Ну, прежде всего, я считаю, что мы должны урегулировать те вопросы, которые есть, мирно. То есть, понятно, что формально антитеррористическая операция провозглашена, потому что люди держат оружие. Когда люди выставляют политические требования с оружием в руках, это называется терроризм, а не политика. То есть, самое главное, это сложить оружие. И мы призываем тех, кто захватил оружие в Луганске, в Донецке, сложить оружие. А потом давайте за столом переговоров будем продолжать обсуждать те проблемы, которые есть, и решать эти проблемы мирно, без жертв, без крови и так дальше. Я хочу сказать, что те, кто ждут от киевской власти, что начнут стрелять, что начнут защищать, что начнут штурмовать, нет, такого не будет. Мы такого подарка не сделаем ни Путину, ни нашим оппонентам. Хотят люди митинговать. Пускай митингуют, мы свободная страна. Пускай отстаивают свою точку зрения, но не нарушают при этом конституцию и законы Украины. Потому что когда говорят о расчленении Украины, об отсоединении Донбасса от Украины, о присоединении Донбасса к России, когда выступают с призывами введения войск иностранного государства России на территорию Украины, на Донбасс, вот это преступление. За это надо отвечать. А когда люди выходят с требованиями децентрализации власти, когда люди требуют, чтобы центральная власть их слышала, чтобы центральная власть считалась мнением регионов, с мнением людей Донбасса, это абсолютно правильные требования. И я считаю, что за 23 года мы в стране выстроили такую систему власти, что только в Киеве что-то можно решать. А на местах люди, я имею ввиду не только простые граждане, но и руководители, которые избираются, они бесправны, денег нет, полномочий нет, зато одни обязанности. На ваш взгляд, почему такая система сложилась? 23 года это довольно большой срок. У нас каждый выбор сопровождается тем, что политики идут, что-то обещают, вот эти особенно мне нравятся надписи «Украина восстанет». Сколько же можно восставать из пепла? 23 года, большой срок. Да, я думаю, что нужно приходить от слов к делу. Я думаю, что вот эти проблемы, которые сегодня сейчас есть на сходе Украины, на востоке Украины, они две составляющие. Первая, это специально провоцируемые из-за рубежа, через диверсионно-подрывную работу, российские спецслужбы это делают. Вторая проблема, это реальные то, что есть проблемы в стране, их используют. Поэтому мы говорим, что нужна не федерализация, а нужна децентрализация власти, нужно дать максимальные полномочия на места. Поэтому и готовится проект Конституции, где будут ликвидированы областные районы администрации, а будут созданы исполкомы, при избираемых людям, людьми советом. В чем разница между областной районной администрацией? Руководителя областной администрации и районной администрации назначают президент. И, соответственно, руководителя администрации под отчетом президенту, его не интересует мнение людей. Когда люди избирают районный или областной совет, и областной совет имеет исполком, который через исполком реализует свои полномочия, эти исполкомы и советы под отчетны людям, потому что они хотят, чтобы их опять выбирали, и они будут решать проблемы людей. Вот разница между назначаемыми чиновниками и избираемыми. Абсолютно правильно. Поэтому я считаю, что нужно избирать руководителей регионов, нужно избирать через советы руководителей исполкомов, которые будут иметь, кроме полномочий, кроме обязанностей, еще и полномочия, и деньги. Деньги на реализацию этих полномочий. Поэтому я очень хочу, чтобы люди поняли, что есть реальные проблемы в стране, которые нужно решать за столом приговоров, что нужно решать их мирно, без оружия. И есть иностранные силы, которые пытаются, используя наши проблемы, урвать свое, расчленить Украину, поработить Украину, лишить Украину независимости, отторгнуть часть территории от Украины. Поэтому я и хочу, чтобы жители Донбасса не поддавались на эти провокации, чтобы они не были в темную использованы иностранными спецслужбами, иностранными государствами. Потому что я думаю, что и на Донбассе, и в Львове, и в любой другой части Украины люди чего хотят? Люди хотят мира, люди хотят спокойствия, люди хотят иметь работу, достойную зарплату, будущее для своих детей. Я уверен, что если завтра референдум будет, большинство граждан Украины скажут «да» за единую, независимую и целостную Украину. Поэтому мы сами в себя дома разберемся, какое государственное устройство нам иметь, на каком языке нам разговаривать, каким богам молиться, каких политиков избирать. Это наше внутреннее дело, и никто не имеет права ни с Запада, ни с Востока навязывать нам, что мы должны делать. Мы самостоятельная нация, самостоятельные люди, и мы сами разберемся. Вы встречались также с военными и пограничниками на Хрисонщине в Черниговской и Луганской области. Вот на ваш взгляд, какое состояние сейчас в армии? Очень высокий боевой дух, моральный дух. И если будет военная агрессия, я уверен, что наша армия даст отпор. Мы мирный народ. Мы никогда первыми в истории украинцев никогда не начинали войну. Мы никогда ни на кого не шли с войной. Но когда идут к нам, мы должны дать отпор и свое должны защитить. Нам чужого не надо, но мы и своего не отдадим. Армия, конечно, за 4 года Янукович армию уничтожил. Вы знаете, говорят, что не только за 4 года. На протяжении вообще-то она уничтожилась. Вы знаете, у меня просто, я извините, что перебиваю. Пожалуйста. У моей жены брат, он, кстати, живет во Львовской области, он прослужил в украинской армии 15-20 лет. Он ушел оттуда, потому что форму надо было покупать за свои деньги, зарплату не выплачивалось месяцами. И это было при разных правительствах, при разных абсолютно. Мне кажется, на протяжении вообще 23 лет украинскую армию ее, мягко скажем, не очень жаловали. Видите, вы меня с языка сорвали. Я там и хотел сказать, что армию уничтожали все годы после приобретения независимости. Точнее, даже не уничтожали, а просто не определяли ей внимание. Считали, что это так, как предаток. Потому что никто не думал, что реальная армия понадобится. Потому что армия, никто не думал, что мы будем жить в состоянии военной агрессии со стороны России. Никто не думал, что Россия пойдет и украдет у нас, аннексирует военным путем часть нашей территории, автономную республику Крым. А почему я акцентировал внимание на последних четырех годах? Потому что никогда такого не было, чтобы во главе армии, во главе украинских спецслужб стояли люди с иностранными паспортами, как это было при Януковиче. Министр обороны Украины Соломатин, гражданин России. Министр обороны Украины Лебедев, гражданин России. Председатель службы безопасности Украины Якименко, гражданин России. Покажите мне любое другое государство, где такое возможно. Председатель Верховного Совета Крыма Константинов. Оказывается, паспорт гражданина России получил еще в 2003 году. Как это возможно? Где в любой другой стране, чтобы высшие руководители страны были гражданами другого государства? Это, кстати, вопрос, какие у нас спецслужбы, как они работают, как они проверяли тех, кого назначали на должности. То есть, это свидетельство отсутствия любой государственной политики в области безопасности. А на ваш взгляд, сейчас пришли новые руководители и службы безопасности Украины, и в МВД. Как вы оцениваете их работу сейчас? Ну, тяжело оценивать их работу за месяц, пока они есть. Конечно, я хотел бы, чтобы они работали более решительной. Посмотрите, вот там, допустим, убежали те-то-тето, потом будут называть фамилии, публикуют. Вот что мы их сейчас догоним и поймаем. По факту ничего не происходит. Да, я считаю, что надо не догонять, а надо было сделать, чтобы Янукович и его бандиты не убежали. Потому что, когда Янукович, Пшонка, Захарченко и так дальше, все побегали. Янукович первое, что сделал, когда выехал за рубеж, за 58 миллионов долларов под Москвой купил особняк. За 58 миллионов долларов. Стоимость Межигория, любой желающий, у кого есть деньги, потому что Янукович довел людей до ручки, что нет денег даже на поезд до Киева. Вот любой желающий, если найдет эти деньги, может поехать посмотреть экскурсию в Межигории. За оценками экспертов, 2 миллиарда долларов стоимость Межигория. За оценками экспертов, с Украины за 4 года последних были выведены 74 миллиарда долларов и украдено. Две недели назад в Голландии арестовали счета сына Януковича, где нашли 12 миллиардов евро на общее количество счетов. Представляете, сколько людям можно было зарплаты, пенсии поднять. Поднимали на 3 копейки пенсию Азаров и рассказывал, что нет денег, потому что попередники украли. А оказывается, страна такая богатая, что можно... Я согласен, вы знаете, самое главное сейчас, на мой взгляд, опять же, чтобы те, кто пришли, они не шли по той же модели. Я к чему говорю, что обвинять все предыдущее и так далее. Сейчас самое главное, да, стабилизировать ситуацию и не повторять тех же ошибок. Совершенно правильно. И поэтому самая главная задача, это борьба с коррупцией, это прозрачность тендерных процедур, потому что в основном коррупция это на тендерных процедурах за государственные деньги. Самое главное, это чтобы было независимое правосудие. А возможно ли это вообще, в принципе, технически? Вот смотрите, человек... Вот смотрите, судья. Я не думаю, что зарплата судья, она довольно высокая. Послушайте. Соблазн. Как сделать, чтобы его соблазн не было? Зарплаты, дай Бог, чтобы у каждого были такие зарплаты, как в суде. Молодой судья приходит сразу с ходу, без стажа, получает порядка 7-8 тысяч гривен зарплату. Я думаю, немногие на Донбассе получают такую зарплату. А как сделать, чтобы правосудие было объективное? Вот два дня назад Верховный Совет принял решение, иллюстрации судей, закон мы приняли. Значит, с должности увольняются все председатели судов, все заместители председателей судов, председатели судебных палат, члены высшего совета юстиции, члены высшей квалифы комиссии судей. Кем заменяются? Заменяются, пройдут новые люди. Которые? Ну, тех, кто сегодня не имеет возможности работать. И пройдут люди, которые будут подачек. Что это за люди могут быть? Понятно, что они знают с юридическим образованием. Откуда они взялись? Опыт у них есть? Откуда? А вот те, кто молодежь сегодня безработная. Вот она должна прийти. Молодежь? Конечно, молодежь должна прийти и работать. А не те, кто 23 года при всех власях работал и воровал. Надо совершенно новых людей прийти. Но для того, чтобы новые не стали старыми ворами, надо механизмы ответственности. Они сейчас введены, эти механизмы ответственности. Вот, например, до сегодняшнего дня попробуйте притянуть судью к ответственности. Да, годами будешь требовать и не привлечешь. Сегодня приняты новые механизмы ответственности, чтобы судья был привлечен в короткое время. Я согласен, судебная проблема у нас есть, потому что это проблема как в Донбассе, как во Львове. А почему только судебная проблема? Прокуратура, милиция, суды, СБУ, органы государственной власти. Вся система власти за 23 года построена на то, чтобы врать и воровать. Врать и воровать. Вы согласны, что за это нельзя изменить за полгода? Конечно. Системное, значит, все наиболее. Но главное, начинать это делать. Потому что я сказал, главная проблема в стране это коррупция. Что бы мы ни делали, если не уменьшить хотя бы масштаб коррупции. Я не говорю о том, чтобы ее полностью одолеть. Но это как вирус, который надо держать под контролем. Правильно. Но хотя бы уменьшить масштаб коррупции. Потому что воруют 90%. И при том страна еще как-то живет. А представьте, если будут воровать не 90%, а хотя бы 20%. А остальные 70 пойдут на больницы, на школы, на образование, на создание рабочих мест и так дальше. Мы имеем самый большой потенциал в Европе. С нашей землей, с нашими ресурсами, с нашим потенциалом Донбасса. Да, Украина первые места может занимать по всем позитивным показателям. А у нас сегодня все наоборот. У нас первые места в мире по коррупции, по туберкулезу, по раковых заболеваниях, по сердечно-сосудистых заболеваниях, по безработице, по уровню коррупции. У нас первые места. Опять же, бороться есть с чем. Но опять возникает вопрос. Не кажется ли вам, что если те люди, которые сейчас не будут назвать их новой властью, на самом деле там очень много людей, которые... Которые были вчера при власти. Да. Те люди, которые сейчас находятся у власти или, возможно, станут ей. Не считаете ли вы, что если опять будет наступание на те же самые грабли, что возможно, что Украину следующее потрясение просто не выдержит? А я считаю, что Украине не нужны потрясения. Украине нужно развитие. Нет, я говорю, если не сделаются выводы, и опять... Поэтому я и говорю, что Украине нужно экономическое развитие. Что объединит, вот спрашивают часто, как объединить Восток, Запад? Экономическое развитие. Но на основе уважения суверенитета Украины, целостности Украины, мы должны сделать так, чтобы люди, которые живут в стране на Востоке, на Западе, чтобы они гордились тем, что они живут в Украине. Почему сегодня часть людей не удовлетворены ситуацией? Почему часть людей где-то ищет чего-то лучшее? Потому что за 23 года безработица, низкий уровень жизни и так дальше. Вот когда мы решим эти проблемы, наоборот, будут все бежать в Украину. Потому что мы имеем такой потенциал, что можем жить лучше всех в Европе. Это слова, хорошие слова, согласен. Это не только слова. Механизм реализации. Реализация, это прежде всего ответственность власти. Начиная от самого верха, заканчивая до самого низа. Поэтому я, как кандидат президента, предлагаю. Вот начинаем с Верховного света. Уменьшение количества депутатов до 200 человек. До 200. Вы считаете, этого достаточно? Да, да. Для Украины достаточно. Зачем там 450 дармоедов? А почему 450 образовалось так? Потому что раньше при советской власти такое было. Но еще без советский механизм. Да, но при советской власти было 53 миллиона. А сегодня 46 миллионов. Да. Власть это и довела к тому, что нас уменьшается. Поэтому и власть нужно уменьшать. Уменьшение количества депутатов. За проведением механизма отзыва депутатов. Чтобы люди имели возможность влиять на депутатов. Не обязательно принять закон об импичменте президента. Извините, просто я всегда разговариваю на украинском языке. Вы можете спокойно разговаривать украинскую мову. Я разговариваю украинскую мову, как спеваю. Но я знаю, что на Донбассе большинство людей говорит российскую мову. И поэтому из уважения к ним... У нас нормально воспринимают украинские языки. Нет, я не сказал бы, что очень нормально. Вот я два дня назад был на Луганщине. На моей родной Луганщине. Иду по улице Советской. В центре Луганска. Разговариваюсь именно на украинском. Они со мной на русском. Я их понимаю. Они мне говорят, бендера мотают сюда. Нет, вы знаете, я думаю, что это просто в кавычках вам повезло. Потому что, ну, знаете, сейчас, давайте не будем заниматься языковой спекуляцией. Еще что... Вот мы говорили о том, что надо сделать для того, чтобы... Что нужно сделать? Прежде всего, ответственность власти. Дальше. Экономическое развитие. Экономическое развитие возможно через снижение налогов, через дирегуляцию экономики. То есть уменьшение количества разных разрешительных процедур. У вас есть отдельная программа, что вы хотите максимально упростить эту же систему. Совершенно правильно. Вот о чем конкретно идет речь. Ну, налоги, чем больше налогов, тем меньше развития. Потому что люди прячут деньги от налогов, чтобы не платить налоги. Поэтому, чтобы было экономическое развитие. Чтобы создавались новые рабочие места. Нужно снижать налоги на фонд заработной платы. Вообще налоги снижать. Для того, потому что чем меньше налогов, тем активнее будет работать экономика. Удешевление кредитных ресурсов. Сегодня минимальная ставка процентов по кредитах 30% годовых. Во всем мире максимально 3-5%. Это возможно ли в условиях нынешней Украины удешевить? Конечно. А за счет возобновления экономического роста, через снижение налогов, через удешевление ресурсов, через привлечение иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции. Плюс, почему не идут иностранные инвестиции в страну? Потому что нет независимого правосудия. Потому что нет священного права частной собственности. Потому что каждая власть, когда меняется, она забирает частную собственность. И любой инвестор боится идти. Поэтому надо понять несколько очень важных вещей. Частная собственность неприкосновенна. При любой власти. Какая бы ни была. Не была, да. Независимое правосудие при любой власти. А не так, как пришла одна власть, сажает. Пришла другая власть, сажает тех, кто был до этого при власти. Нет, должно быть независимое правосудие. И не должно быть политически-избирательного правосудия, как это делал Янукович. Вот сегодня, в Верховном Сете мы проголосовали в первом чтении закон об оппозиции. Впервые. Вот, кстати, интересный вопрос. Вот хорошо, что его затронули. Все, вот даже коллеги сегодня спрашивали, что вот закон об оппозиции. Я тоже подробностей не знаю, но я так понимаю, что раньше оппозиция находилась в, не скажем так, правовом поле, да? Вот, можете рассказать, что это за законом об оппозиции? Я считаю, что оппозиция должна иметь права контролировать власть. Оппозиция, это не враг нам. Если, конечно, эта оппозиция не закликает к расчленению Украины, не призывает российские войска в Украину, как это делают сейчас коммунисты и партии регионов, которые не голосуют за законопроекты, которые дадут возможность обороноспособность страны поднять, защитить страну и так дальше. И уникают в ответственности. Но оппозиция, это тоже часть власти. И оппозиция должна контролировать власть. Оппозиция должна иметь право критиковать власть. И иметь механизмы влияния на власть. Поэтому я лично призывал сегодня проголосовать закон об оппозиции, потому что нет ничего вечного под этим солнцем. Сегодня ты при власти, завтра в оппозиции. Послезавтра власть и оппозиция опять меняются местами. Но должна быть политическая культура, должно быть уважение, чтобы не было так, что когда ты в оппозиции, твое место в тюрьме. А когда ты при власти, ты крадешь миллиарды. И власть должна быть подконтрольна. И если она ворует, она должна быть в тюрьме. И оппозиция должна быть сильной для того, чтобы контролировать власть. Вот тогда в стране будет демократия. А посмотрите, почему Янукович вот так закончил? Потому что приказка есть, а жадность фраера сгубила. Потому что оппозицию в тюрьму посадил. Потому что своих начал уничтожать. Потому что только его сын бизнесом имел возможность заниматься. И больше никто. Вот подавился. А нужно дать возможность равные условия для всех. Сделать? Можете вкратце перечислить, что в этом законе? Об оппозиции? Часть комитетов председателей за оппозицией. Часть членов счетной палаты за оппозицией. Часть наблюдательных советов в тех или иных государственных органах за оппозицией. Возможность влиять на согласительном совете. Отдельный день в парламенте для рассмотрения законов от депутатов оппозиционных. То есть максимально широкие полномочия для депутатов от оппозиции. Раньше этого не было? Конечно не было. Мы, когда были в оппозиции, много лет предлагали и требовали принять закон об оппозиции. Партия регионов отказывалась это делать. Сегодня мы поделились с оппозицией частью прав в Верховном Совете. Даже в исполнительных органах власти. Мы показали пример, что вот сегодня люди во власти. Мы делимся частью для того, чтобы оппозиция вместе с властью несла ответственность за состояние дел в стране. Потому что оппозиция это не значит, что по принципу чем хуже в стране, тем лучше. Нет, оппозиция должна предлагать альтернативный шлях развития страны. Оппозиция должна предлагать свои законопроекты, которые улучшат ситуацию в стране. А что делает наша оппозиция? Вот сегодня в Верховном Совете рассматривается законопроект о снижении ПДВ налога на НДС на лекарства. Сегодня налог был 20%. Правительство предлагает снизить налог до 7% НДС. Фракция коммунистов и регионы не голосует. Может у них есть какая-то мотивировка? Послушайте, какая мотивировка, когда пенсионеры 900 тысяч гривен пенсия, и вся эта пенсия должна идти на покупку лекарств. Какая может быть мотивировка, когда цены на лекарства привязаны к курсу доллара. И сегодня доллар 12 гривен за доллар. И соответственно цены в аптеках растут. Поэтому если есть возможность снизить НДС, для того, чтобы на 20% снизить стоимость лекарств, да какая разница в оппозиции ты или в власти. Давайте сделаем так, когда у нас будет другая сторона. Я, к сожалению, не могу спросить у другой стороны, почему они так делают. Я говорю, что не имеет значения ты во власти или в оппозиции, когда речь идет о том, чтобы людям дать дешевле лекарства, или хлеб, или продукты питания, или энергоносители. Ты обязан голосовать. Потому что все законы нужно в парламенте принимать сквозь призму, чтобы сделать людям, а не для себя. А там только для себя и делают. В Верховном Совете. Мы бы спросили. Я, к сожалению, мы не можем так огульно прямо обвинять. А почему я обвиняю? Все люди видели, как сегодня в парламенте не голосовали. Я понимаю, но мне важно понимать, я же не знаю, почему они так сделали. Всегда важно понимать мотив. Тогда можно сделать какой-то вывод. Тема я верю на интеграции, которая у всех на слугу, которая сейчас, понятное дело, обсуждается. И мы подписали часть. Политическую часть. Да, политическую часть. Соглашение с Евросоюзом. Но не все. Вот ваше отношение. Я твердо убежден, что место нашей страны в Европе. И мы должны быть членами Евросоюза. Поэтому я считаю, что Украина должна немедленно подать заявку на членство в Евросоюзе. Кроме того, я обращаюсь к Евросоюзу с просьбой, с требованием. Я какомога швидше внедрить безвизовый режим для граждан Украины, чтобы жители Донбасса имели возможность безвиз ездить в страны Евросоюза. Но в то же время, я хочу сказать, что моя принципиальная позиция, что мы должны иметь самые лучшие отношения с нашими соседями. Есть такая приказка, хороший сусид, краще родича. И не наша вина, а наша беда, что Россия сегодня военный агрессор по отношению к Украине. А я считаю, что у нас с Россией должны быть нормальные отношения, в том числе экономические. Потому что многие предприятия на Донбассе завязаны на Россию. А вот как выйти из этой ситуации? Сложно. Как выйти из этой ситуации? Ничего сложного. Все на самом деле проще, чем кажется. Чтобы выйти из этой ситуации, Россия должна немедленно освободить Крым. Но он этого не сделает. Не сделает, значит мы его освободим. Как? Придет время, освободим. Россия должна немедленно освободить Крым. А если вы говорите, что она этого не сделает, значит Россия не хочет, чтобы дружить с нами. Россия не хочет иметь братских отношений с нами. Потому что брат у брата не забирает то, что принадлежит другому брату. Если россияне говорят, что украинцы это братный народ, почему же вы у нас забираете часть нашей территории? Приезжайте к нам в Крым отдыхать, приезжайте к нам в гости, встретим хлебом, солью. Но не надо к нам идти с оружием в руках. Потому что кто к нам с оружием придет, тот здесь и останется. Мы будем свое защищать. Поэтому для того, чтобы нам настроить нормальные, прагматические, экономические, дружеские, культурные отношения с Россией, прежде всего Россия должна уважать нашу независимость, территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Дальше Россия должна освободить Крым. Россия должна извиниться за агрессию, за оккупацию Крыма. И тогда мы готовы укреплять отношения с Россией. Но пока Крым оккупирован, о какой дружбе может быть речь? Кто дружит с агрессором? Кто дружит всем, кто у тебя забрал часть территории? А какие сейчас у Украины есть ресурсы, чтобы ситуация изменилась? Как можно повлиять? Я с самого начала, как только в России появились зеленые человечки, и Путин не признавал присутствие русских войск в Крыму, я с самого начала требовал жестких и решительных действий. Вот там должны были быть спецслужбы, вот там должна была быть наша армия. Для того, чтобы этих... А не получился бы обхазки? Нет, не получилось. Когда с самого начала там было 200-300 террористов, а наших войск там было 20 тысяч, надо было отдавать приказы, надо было ликвидировать этих террористов и защищать Крым. Но, к сожалению, время было упущено, захватили аэродромы, появились российские... Посторонних жестко листы. Да, когда идет речь о защите территориальной целостности страны, я не метро нашей земли никому не отдам. Не метро. И я думаю, что никто из наших зрителей тоже. У нас людина за 10 сантиметров забор соседний там поставил, будет до конца жизни воевать за межу. А здесь, извините меня, Крым без единого выстрела отдали. Я считаю, что это совершенно неправильно было, что надо было воевать и надо было защищать Крым. И в том же, если надо, вооруженным способом защищать Крым. Потому что Крым – это украинская территория. Извините, сегодня Крым забрали, завтра так придут, заберут Донбасс, послезавтра Киев придут, заберут, и Украины не останется. Я тогда спрашиваю, а зачем армия, зачем спецслужбы, зачем все остальные? Поэтому свою землю, свою независимость, свою территориальную целостность нужно защищать жестко и всеми методами, и дипломатическими, и экономическими, и так дальше. Сегодня ситуация поменялась, сегодня лобовая атака не пройдет. Мы Крым силы не возьмем. Поэтому нужен комплекс мер. Экономические, дипломатические, политические, и поддержка международного сообщества. Для того, чтобы давить на Россию, для того, чтобы примусить... А какие-то меры могут быть? А я сказал экономические. Ну что, что? Например, 60% доходов российского бюджета составляет доходы от продажи нефти и газа. Нефти и газа, да. А мы сможем убедить в этом Европу? Пытаемся убедить. Если Европа реально хочет выполнить нормы Будапештского меморандума, которым гарантировали неприкосновенность... То есть, скажем так, наш мотив это Будапештский меморандум, да, который подписали страны Запада, Россия? В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия. Взамен мы получили Будапештский меморандум, где Соединенные Штаты, Россия, Большая Британия, Китай и Франция гарантировали нам безопасность, территориальную целостность. В Будапештском меморандуме было написано, что стороны отказываются от экономического давления над Украиной. Сегодня, как мы видим, Будапештский меморандум полностью проигнорирован. И когда-то немецкий канцлер Бисмарк говорил, что гарантии России не стоят бумаги, на которые они подписаны. Как оказалось, это в очередной раз правда, что Россия сегодня говорит, что они не поддерживают Будапештский меморандум. Тогда верните нам ядерное оружие. Кстати, как вы относитесь к идее, и вообще, насколько это реально? Ну, кто даст Украине развивать свое ядерное оружие? На самом деле, нам никто ничего не даст, если мы сами не возьмем. Потому что мы сами должны надеяться только на себя. Мы сами должны рассчитывать только на собственные силы. И мы сами должны решать свои проблемы самостоятельно. А если уже помогут, слава Богу. А не помогут сами решим. Что касается возможности возобновления ядерного статуса. Я разговаривал с науковцами. Такая возможность есть. В течение короткого времени возобновить ядерный статус. Но я думаю, что к этому не дойдет. Что мы решим наши проблемы. Если же не решим, да, я считаю, надо возобновлять ядерный статус. Для того, чтобы иметь гарантии нашей территориальной целостности. Я уверен, что если бы в 1994 году мы не отдали ядерное оружие. Если бы сегодня Украина имела бы ядерное оружие. Навряд ли кто бы решился забирать у нас нашу землю. Нашу территорию. Потому что ядерное оружие это не для использования. А как для сдерживания. Оружие сдерживания и предупреждения. Такой еще вопрос. Вот идея объединения страны. Мы уже все-таки касались. Но вот основной рецепт какой может быть? А я думаю, что рецепт очень простой. Это уважение. Для того, чтобы объединить страну, нужно уважать мнение людей. Разных политических взглядов. Нужно уважать язык людей, на котором они говорят. Нужно уважать их политические взгляды. Нужно уважать героев людей. У нас разная страна. На Западе не герои, на Востоке другие герои. На Западе большинство на украинском говорит, на Востоке большинство на русском говорит. Вот мы не должны один одному навязывать свои герои, свою философию. Мы должны уважать один одного. Но главная ценность для всех, и на Западе, и на Востоке, это целостность страны. Мы должны уважать и любить страну, в которой мы живем. И тогда у нас все будет нормально. И все тогда получится. Да, и совершенно правильно. И все тогда получится. Хороший рецепт. Будем надеяться, что так и произойдет. К сожалению, наш эфир подошел к концу. Напомню, у нас в гостях был кандидат президента Украины Олег Лешко. Это был спецвыпуск программы «Вопрос власти», который проходил под эгидой предвыборной агитации кандидата на постпрезидента Украины. Олег Лешко. Всего доброго. До свидания. До свидания.